Девушки отдыхают И легло, и легко, и мягко, и твердо, и ломко, и черно, и бело, и всем людям мило! Креп! Каравай, каравай. Очень серьезное кино для детей. Который разрешается смотреть и взрослым. Кто знает, откуда берется хлеб? Не знаю. Сначала в поле сажают зерно. Потом самые хорошие зерна выбирают, молотят их. И потом они берут и жарят его. Сначала сеют пшеном. Потом его как-то делают. И потом сделают из него, обсушат, и сделают из него этот. Зерна состоят из толку... Мука состоит из толку зерна. Зерно растет. Растет оно не само, а на полях. Правильно. Все начинается с поля. Вот он, будущий каравай. Но урожай еще собрать, обмолотить надо. Только тогда зерно получится. Так что до каравая путь не близкий. Издавна люди научились зерна между камней растирать. Потом стали в ступки толочь. А еще позже догадались использовать силу воды и ветра. А сегодня зерно первым делом привозят сюда, на элеватор. Видите? Высоченный, с двадцатиэтажный дом. Зерно здесь сушат, очищают. А потом? Потом бережно хранят. Ведь хлеба должно всем хватить до нового урожая. А потом? В элеваторе зерно само, точно река течет. И попадает... Куда? Куда. А вот куда. Узнаете? Электростанция. Нет. Современная мельница. Главный пульт управления. Сегодня людей на мельнице почти не увидишь. Все делает электричество. Много здесь машин. Самых разных. Чтобы хлеб пышным и аппетитным вышел, зерно надо еще не раз хорошенько промыть, просушить, очистить от вредных сорняков, что добрым хлебом прикидываются. Чистое зерно в одну сторону идет, а в другую... Представляете, если бы такое в караваи попалось? Словом, до того, как стать мукой, путешествует зерно километров пять, а то и шесть. Понятно теперь, какова штука мельница, которая с двух камешков в руках у древнего человека начиналась. Прощали жерно в сотни лет и ветер, и река, Петля того, чтоб выпечь хлеб, сперва нужна мука. Стараются ученые, чтоб стало лучше жить, но белого и черного ничем не заменить. Недаром ведь пословица живет уже века, все в жизни перемелется, получится мука. Служи не перемелется, служи не перемелется, получится мука. Кот Донкий, кот Ламанческий, был честен, добр и смел, Но мельницы ломать зачем? Он разве хлеб не ел? Все ветряные мельницы, музейный экспонат, Но зерна так же мелятся, как сотни лет назад. Мы часто глупо ссоримся и мелим чепуку, Но трудно муки совести перемолоть муку. Пускай земли вращения, терпения и труд, Печали, огорчения, как жерно важно труд. Недаром ведь пословица живет уже века, Все в жизни перемелется, получится мука. Перемелиться, мука будет. Это в поговорке легко сказывается, да в песне весело поется. А на самом деле не из всего, да и не просто мука получается. Только ведь и муку на стол не подашь, с супом есть не станешь. Хлеб из теста пекут, это все знают. Таких пекарен, как это, где тесто руками раскатывают, совсем нынче мало осталось. А пекут здесь калачи, такие булочки, на манер корзиночки с ручкой. Издавна русский калач славится. Белый, с румяным бочком, вкусный. И раньше были, и теперь есть мастера-пекари. А что, если самим попробовать? Да, славное это занятие хлеб людям печь. Оттого пекарей всегда уважали, а сами они народ добрый и веселый. И недаром про хлеб столько присловий сложили. И серьезных, и шуточных. Тили-тили-тесто, жених и невеста! Вот-вот, про тесто мы чуть не забыли. Тили-тили-тесто, жених и невеста! Тили-тили-тесто, тили-тили-тесто, тили-тили-тесто! Тесто мяли и месили, оттого-то тили-тили. А невеста женихом совершенно ни при чем. Нет, ведь если двое вместе, это значит пара. Верно. Ну, а если дрожжи в тесте, говорят... А пара! Верно! День и ночь не отдыхает хлебозавод. Нет, без устали машины-автоматы трудятся. Все умеют не хуже искусных мастеров. Поглядите, чем они занимаются. Тут и объяснять не надо, все понятно. Пекари говорят, что поговорку «танцевать от печки» они придумали. Ясное дело, печка – самое главное. Тесто, бледное и рыхлое, в румяный хлеб превращает. Взрослые от него сыты бывают, а ребята прямо-таки как на дрожжах растут. Платья, брюки и сандалии нам малы сегодня стали, а родители твердят. А когда детьми мы были, слов таких не знали. Неужели вы забыли, как вам повторялись? На гаражах растут ребята, говорили старики. Все смешно, смешно, смешалось. Вот какие пироги! Все смешно, смешно, смешалось. Вот какие пироги! Вкусно? Это потому, что в хлеб труда много вложено. Его только есть легко. Но, знаете, и есть хлеб можно по-разному. Говорят, нет в мире хлеба вкусней нашего. А пекари все новое и новое придумывают. Придумывают и первыми сами пробуют. Дегустационный совет называется. А помогают пекарям ученые. Однажды задание получили. И спечь хлеб, чтоб долго не черствел. Для кого, как вы думаете? Конечно, для космонавтов. Ведь их корабли теперь по много месяцев летают. А печку на орбиту не возьмешь? Сочинили космический хлеб. Буханочки маленькие, на один укус. А то крошки много бед в невесомости наделать могут. Особый космический хлеб. И наш, простой, земной. Многие люди над ним потрудились. Чтобы каждое утро была на нашем столе свежая краюшка. Чтобы каждый новый день был днем рождения каравая. Дедушка, хлебушка, бабушка, буханка. Нынче вместе с солнышком встались по заранку. Мы здесь небеса семья. Дочки, внуки и дитя. Буки, сетники, ботоны, тайки, плюшки, крылья. Мы сегодня отмечаем день рождения каравая. Каравай, каравай. И всем людям силы дай. Каравай, каравай. Никого не обижай. Каравай, каравай. И всем людям силы дай. Свежие, топные, корочкой румяной. Будет хлебом довольным, взрослым и ребятам. Ямешь хлеба не прожить. Что вкуснее может быть? Если черного горбушку крутосою посолить. Мы сегодня отмечаем день рождения каравая. Каравай, каравай. И всем людям силы дай. Каравай, каравай. Никого не обижай. Каравай, каравай. И всем людям силы дай. Дедушка, хлебушка, бабушка, буханка. Милы, хвалебные, наш земной поклонка. Сраильский и малый свет. Людям хлеб, все солнца, свет. Слава, 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 слава хлебу. День без хлеба в жизни нет. Мы сегодня отмечаем день рождения каравая. Каравай, каравай. И всем людям силы дай. Каравай, каравай. Никого не обижай. Каравай, каравай. И всем людям силы дай. Мы сегодня отмечаем день рождения каравая. Каравай, каравай. И всем людям силы дай. Мы сегодня отмечаем день рождения каравая. Каравай, каравай. И всем людям силы дай. Каравай, каравай. Каравай, каравай. Каравай, каравай. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова